Как антипрививочники провоцируют эпидемии давно побежденных болезней 8 часов К вакцинации против кори во Львове, Украина Москва, 29 июня Новости, Альфия Яникеева Большая часть населения планеты доверяет ученым и врачам, 84% считают вакцины эффективными, 79% безопасными Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий В богатых странах, таких как Франция и Япония, доверие к вакцинации падает Лидером же антипрививочных настроений стала Украина, где 61% населения считает прививки вредными Неудивительно, что там второй год подряд свирепствует корь Рия Новости вспомнила еще несколько случаев из недавней истории, когда отказ от вакцинации приводил к эпидемиям Страна небезопасных прививок В 1974 году в Японии умерла маленькая девочка, вероятно, от осложнений, связанных с прививкой от коклюша Эта вакцина содержала убитую бактерию и действительно приводила к неприятным последствиям Спустя год от этой же прививки погиб второй ребенок, и правительство полностью приостановило вакцинацию от коклюши на три месяца Затем прививки все-таки стали делать, но не в трехмесячном возрасте, как ранее, а с двух лет При этом огромное число родителей отказывались вакцинировать своих детей По данным японских инфекционистов, в 1976 году только один ребенок из десяти получал защиту от коклюша Эта ситуация почти не менялась до 1981 года, когда в Японии наконец не появилась более безопасная вакцина И уже к концу 1982 года число привитых детей достигло 80% В 1988 году первую вакцину от коклюша снова стали ставить в трехмесячном возрасте За семь лет практически полного отказа от вакцинирования уровень заболеваемости опасной инфекции в Японии вырос почти в 10 раз Причем страдали дети Так, в 1980 году из почти 14 тысяч случаев коклюша 13 тысяч приходились на пациентов в возрасте до 9 лет После возврата к прививкам ситуация постепенно стабилизировалась И уже к концу 1980-х коклюшем в стране ежегодно заболевало не больше 500 человек Иллюстрация РИА новости Источник Станиплеткенедал Вакцины Элсавир 6 ТХ Джун 2017 Хардкавер ИСПН 9780323357616 С 1976 по 1981 год в Японии от коклюша прививали только 10% детей В результате уровень заболеваемости этой инфекцией вырос почти в 10 раз Иллюстрация РИА новости Источник Станиплеткенедал Вакцины Элсавир 6 ТХ Джун 2017 Хардкавер ИСПН 9780323357616 С 1976 по 1981 год в Японии от коклюша прививали только 10% детей В результате уровень заболеваемости этой инфекцией вырос почти в 10 раз Дифтерия из СССР На излете советской власти нечто подобное случилось и в нашей стране Речь идет о дифтерии инфекционном заболевании, которая чаще всего затрагивает гортань, бронхи и кожу Антибиотики против нее малоэффективны К 1975 году Россия была практически свободна от этой болезни Регистрировалось около полусотни случаев дифтерии в год Однако в середине 1980-х ситуация стала резко меняться И к 1986 году охват вакцинации упал до 70% Люди массово отказывались прививать детей Прививаться сами Большинство взрослых нуждается в ревакцинации от дифтерии каждые 10 лет Некоторые исследователи связывают это с оставшими тогда популярными антипрививочными настроениями 19 ноября 2018 года 8.36 Распотребнадзор предупредил о дифтерии в странах Латинской Америки В результате в первой половине 1990-х заболеваемость дифтерии в России росла на 200% ежегодно Резко подскочила смертность от нее Пик эпидемии пришелся на 1994 год, когда заболело около 40 тысяч человек Больше тысячи из них умерли Совместно со Всемирной организацией здравоохранения правительству удалось взять эту ситуацию под контроль По всей стране проводились национальные дни прививок Людей массово прививали бесплатными безопасными вакцинами И заболеваемость стала медленно снижаться Достичь показателей середины 1970-х годов удалось только к началу 2000-х Сейчас от дифтерии привито около 97% россиян, а число заболевших не больше 10-ти в год Иллюстрация РИА Новости Источник ВИТЕКС-ЕР ВАРТЕН-М-ДИФТЕРИЯ ВОРТЕН-М-ДИФТЕРИЯ РЕЕМЕРЖЕНСЯ ОВАПАНДЕМИК ДИЗЕЙ ЭМЕРГИНФЕКТИС 1998.S,44-539-550 ВСПЫШКА ДИФТЕРИЯ Случившаяся в России в начале 1990-х годов, главным образом затронула взрослых, которые отказались от ревакцинации Среди заболевших было только 35% детей в возрасте до 15 лет Иллюстрация РИА Новости Источник ВИТЕКС-ЕР ВАРТЕН-М-ДИФТЕРИЯ РЕЕМЕРЖЕНСЯ ОВАПАНДЕМИК ДИЗЕЙ ЭМЕРГИНФЕКТИС 1998.S,44-539-550 HTTPS colon slash slash dx.doi.org slash 10.3201 slash IDO404 980404 Вспышка дифтерии, случившейся в России в начале 1990-х годов, главным образом затронула взрослых, которые отказались от ревакцинации Среди заболевших было только 35% детей в возрасте до 15 лет В Таджикистан возвращается полиомиолит В мае 2010 года главной мировой новостью стала вспышка полиомиолита в Таджикистане Только лабораторно подтвержденных случаев было свыше 721 человек умер Главным образом, пострадали маленькие дети в возрасте до 5 лет Большинство из них навсегда потеряли возможность нормально передвигаться, ведь возбудитель болезни полиовирус поражает нервную систему и за считанные часы приводит к параличу К сожалению, вылечиться от полиомиолита нельзя, но можно предотвратить заражение, если вовремя привиться Как раз с массовой вакцинацией в Таджикистане в то время были проблемы За 8 лет до вспышки полиомиолита европейский регион, куда входит и Таджикистан, объявили свободным от этой инфекции В результате в стране прививка от полиомиолита стала необязательной, и потому защиту от болезни могли получить не все дети В 2010 году в Таджикистан из Индии завезли дикий вариант полиовируса, и инфекция стремительно распространилась среди непривитых детей 24 июня, 3-4 В России создали собственную вакцину от полиомиолита К июлю с помощью международного сообщества удалось справиться с начинающейся эпидемией В Таджикистан поступило около 9 миллионов вакцин от полиомиолита, благодаря чему привили около 3 миллионов детей в возрасте до 15 лет Сегодня случаи полиомиолита продолжают регистрировать в четырех странах мира – Нигерии, Индии, Афганистане и Пакистане Причем на две последних приходится больше половины заболевших Специалисты связывают такое положение дел с антипрививочными настроениями исламистов, которые укрепились в регионе Впрочем, некоторые из них уже поняли, что справиться с болезнью без вакцинации не получится, и объявили, что прекращают войну против прививок Корь шагает по планете По данным ВОЗ, с начала 2019 года уровень заболеваемости этой инфекции в мире вырос на 300% По сравнению с аналогичным периодом прошлого года более подробные данные по странам появятся только в июле Специалисты отмечают, что широкое распространение болезни результат отказа от прививок Например, на Украине в эффективность и безопасность вакцин не верят 61% взрослого населения Как результат, в прошлом году корь там диагностировали у более 50 тысяч человек 31 августа 2018 года – 8 часов Мир без прививок В Европе умирает от управляемых инфекций В России в этом году выявили несколько сотен случаев кори, главным образом завязенные из-за рубежа У нас доля привитого населения остается стабильно высокой По словам главы Распотребнадзора Анны Поповой, более 97% населения охвачено прививками, включенными в национальный календарь Это выше показателя, рекомендуемого ВОЗ – 95% Благодаря массовой вакцинации людей от кори спасает коллективный иммунитет Главное не позволить антипрививочникам уничтожить его Согласно опросу, проведенному благотворительным фондом В 140 странах, около половины россиян не доверяют прививкам Если данные корректны, есть повод для тревоги Иллюстрация РИА новости Источник 2018 Согласно результатам опроса, проведенного в 140 странах мира, меньше всего в безопасность прививок верят на Украине и в Японии В России и Франции почти половина населения относится к вакцинации с недоверием Иллюстрация РИА новости Источник Согласно результатам опроса, проведенного в 140 странах мира, меньше всего в безопасность прививок верят на Украине и в Японии В России и Франции почти половина населения относится к вакцинации с недоверием Продолжение следует...